Презентация доктора Волченкова Григория Васильевича, которая светит тему «Можем ли мы остановить трансмиссию туберкулеза?». Сочту за честь представить Григория Васильевича, являющегося главным врачом Владимирского областного противотуберкулезного диспансера, главным афтезиатором Владимирской области и директором клинического учебного демонстрационного центра по противотуберкулезному инфекционному контролю в городе Владимире. Возглавив в 2002 году областной противотуберкулезный диспансер и став главным афтезиатором области, Григорий Васильевич реализовал интенсивную программу по снижению риска внутрибольничного распространения инфекции в противотуберкулезных учреждениях области. В его руководствах и при сотрудничестве с экспертами Центров по контролю заболеваний и профилактики США, CDC, программы ВОЗ по прибыль с туберкулезом в Российской Федерации и Центральным научно-исследовательским институтом туберкулеза Российская Академия медицинских наук, во Владимирском областном противотуберкулезном диспансере был внедрен комплекс административных инженерных мероприятий и программа индивидуальной защиты органов дыхания, в результате которых достигнуто радикальное снижение риска распространения внутрибольничной туберкулезной инфекции. С 2008 года во Владимире под руководством доктора Волченкова и при поддержке ЦНИИТ Российской Академии меднаук и международных организаций работает клинический учебный демонстрационный центр по противотуберкулезному инфекционному контролю. Разрешите передать слово Григорию Васильевичу для освещения сегодня. Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу поприветствовать своих коллег русскоговорящих, тех, которые присоединились сегодня к нам, для того, чтобы обсудить крайне важную актуальную тему снижения риска внутрибольничной и трансмиссии не только внутрибольничной в условиях высокого риска туберкулезной инфекции. Если у вас проблемы со звуком, пожалуйста, через чат дайте знать нам всем. Я избрал такое провокационное название этой лекции. Можем ли мы остановить трансмиссию туберкулеза? Я думаю, что спустя минут 40 мы сможем ответить на этот вопрос и, надеюсь, что положительно. Вначале расскажу о том, что внутрибольничная трансмиссия туберкулеза имеет крайне важное эпидемиологическое значение, в особенности множество лекарственно устойчивого туберкулеза. На этом слайде вы видите два интересных исследования, которые прошли в Архангельском областном противотуберкулезном диспансере пару лет назад, вернее, они были опубликованы пару лет назад, где было показано, как вы видите, в первом с помощью молекулярно-генетических методов было выявлено мультипликация лекарственной устойчивости в 5,5% случаев среди больных с мыловым туберкулезом, которые были госпитализированы. То есть на протяжении госпитализации у них изменился генотип возбудителя заболевания. Произошла мультипликация лекарственной устойчивости в этой таблице, вы видите. И мы видим три случая, которые подверглись вот этой трансмиссии, то есть восприняли новую суперинфекцию во время пребывания в стационаре. И все эти три случая закончились летальными исходами, к сожалению. Во втором подобном исследовании с применением RFLP, молекулярного метода, до 13% случаев также была зафиксирована смена генотипа. возбудителя туберкулеза, множественной лекарственной устойчивости в туберкулезе. И второе важное исследование, которое я бы хотел тоже процитировать, это исследование, которое проводилось в Сибири, в Томске, партнерами во имя здоровья. И опубликована была Всемирная организация здравоохранения. И целью этого исследования был анализ факторов приверженности пациентов к лечению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. И сюрпризом для исследователей было обнаружение такого фактора, как именно госпитализация пациентов. Не низкая приверженность сопутствовала развитию множественной лекарственной устойчивости, а сам факт пребывания больного в стационаре, в котором, по всей видимости, не были внедрены необходимые меры снижения риска. Вы видите, внизу соотношение риска в 6,3 раза больше было риск иметь туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью для тех больных, которые лечились в стационаре, нежели тех больных, которые лечились амбулаторно. То есть сам факт пребывания в стационаре высокого риска является чрезвычайно высоковажным фактором в плане трансмиссии по туберкулезу с множественной лекарственной устойчивостью. Мы все с вами знаем, что лечение этого туберкулеза гораздо дороже, занимает гораздо больше времени, гораздо менее эффективно, и поэтому снижать риск трансмиссии, снижать реальную передачу инфекции крайне важно. И сейчас я предлагаю вам вспомнить немного физики, школьный курс, возможно, институтские курсы. Мы вспомним с вами теорию аэрозоли. Что такое аэрозоли? Оказывается, туберкулез – это инфекция, которая распространяется через аэрозоли. Аэрозоли – это взвеси, стабильные взвеси или суспензии мельчайших частиц, жидких частиц в нашем случае, которые подвешены в воздухе и существуют в воздухе длительное время. И главными физическими свойствами аэрозоли являются размеры частиц и концентрации частиц. Размеры частиц измеряются в микронах, как мы видим. Один микрон напоминает одна миллионные метра. Одна миллионный метр – это значит один микрон в тысячу раз меньше, чем один миллиметр. И концентрация аэрозоли измеряется в миллиграммах на литр. Или для патогенов – в количестве колоннеобразующих частиц на кубический метр обычно. Если мы с вами задумаемся, в какой среде мы с вами обитаем, то на этом снимке вы видите, к сожалению, реальность сегодняшнего дня, когда индустриальное и промышленное загрязнение существует. Если мы возьмем счетчик частиц, есть такой прибор, который измеряет количество частиц в воздухе окружающего помещения, то я вам гарантирую, что 100-200 тысяч частиц в одном литре воздуха содержится в том кабинете, в том месте, где вы сейчас находитесь. 100-200 тысяч частиц разного калибра. Как они себя ведут? К сожалению, эти частицы могут содержать и патогены, как мы видим на этом классическом снимке, в проходящем свете чихающий человек выделяет облако целое, капелек разного диаметра. Мы видим здесь очень крупные капли, мы видим практически еле видимые капли. И, соответственно, есть целая группа, большая группа инфекций, которая стреляется капельным и аэрозольным путем. Соответственно, судьба вот этих капель совершенно разная, и она зависит именно от размера этих частиц, чисто по физическим факторам. Как же себя ведут аэрозоли уже в дыхательных путях, попадая в внутридых дыхательных путей респираторного тракта человека? Вот эти две фотографии на слайде показывают, как табачный дым, который тоже один из примеров аэрозоли, путешествует по дыхательным путям, проникая до определенных уровней респираторного тракта. Видим, что дым, аэрозоль поступает в трахею, дальше по главным бронхам и путешествует дальше. Здесь мы видим на этой микрофотографии уже на срезе сегментарный бронх, переходящий в бронхиолу, крупные сосуды и альвеолы, которые в результате после этого длительного путешествия с длительными поворотами, изгибами попадают уже в альвеолы, в альвеолярную ткань, где, собственно говоря, они могут вызвать заболевание. Когда проходит аэрозоль через верхние дыхательные пути, бронхи, бронхиолы, они встречают на своем пути мощный мукоцеллярный барьер, ресничные эпители, которые выстилают бронхи. И, соответственно, крупные капли, оседая на этих ресничках, которые здесь показаны, они эффективно захватывают слизью, подвергаются воздействию лизоцима, других иммунных факторов и успешно удаляются из дыхательных путей. Хотя некоторые инфекции, как мы знаем, капельные, они вызывают инфекцию и в верхних дыхательных путях. Так вот, тот аэрозоль, который нас с вами интересует, который именно способствует трансмиссии туберкулеза, он поступает именно на уровень альвеолы. Мы на этой электронной микрофотографии видим альвеолярный макрофаг, который сидит внутри альвеолы. Здесь выстилка в виде альвеолярного эндотелия. Этот альвеолярный макрофаг существует там для того, чтобы захватывать те частицы, которые не были захвачены на ресничном ампителии, и фагоцитируя их, обезвреживать. Оказывается, это слабое звено нашего иммунитета. Тот самый альвеолярный макрофаг является входными воротами для туберкулезной инфекции. Итак, подытоживая вышесказанное, я должен сказать, что в зависимости от размеров этих самых аэрозолей, частицы аэрозолей, можно выделить три фракции аэрозолей по размерам, которые, собственно говоря, до разного уровня дыхательного тракта. Это вдыхаемые частицы верхней дыхательной пути, те, которые входят в бронхи и бронхиолы. И последние, респирабельные фракции, это частицы меньше, как мы видим, 8 микрон. Они только эти мельчайшие частицы, 5 микрон в основном и меньше, они имеют возможность достигнуть уровня альвеолярного макрофага, быть фагоцитированным из-за неполноценного, неполного фагоцитоза. Они практически могут вызвать латентную туберкулезную инфекцию или активные заболевания туберкулеза. Таким образом, целый ряд перечисленных на этом слайде иммунных механизмов защищает человека от разных инфекций, передающихся воздушным или капельным путем. И здесь выделено, значит, голубым цветом альвеолярные макрофаги, которые, к сожалению, не способны осуществить обезвреживание микобактерий туберкулеза из-за особенностей строения мембранной микобактерии. Таким образом, тонкий аэрозоль размером менее 5 микрон является фактором передачи туберкулезной инфекции. Вся эта теория, в общем-то, была научно доказана в 40-е и 50-е годы, и были произведены интересные эксперименты в клинике Гарвардского университета. Там было туберкулезное отделение, куда госпитализировали контагиозных больных. Вот здесь показана палата для такого больного. И эта палата вентилировалась. Вытяжной воздух из этой палаты поступал в клетки и подавался в клетки, где содержались морские свинки. И было абсолютно достоверно показано, чтобы все морские свинки инфицировались и заболевали. Что было подтверждено и кожным тестом, и аутопсией в результате смерти. В том случае, если этот вытяжной воздух из палаты с контагиозным больным не подвергался обеззараженным ультрафиолетом. То есть, ничто не объединяло больного, не соединяло больного и морскую свинку. Единственный объединяющий фактор – это был только воздух. Они не ели с одной тарелки, они не общались, не спали вместе, никаких крупных капель по этой вытяжной системе не передавалось. Единственный только тонкий стабильный аэрозоль, содержащий так называемые капельные ядра, дроплит нуклеи размером меньше 5 микрон, которые, собственно говоря, и передавали эту инфекцию. В этой табличке вы видите зависимость от размера частиц, на какое расстояние способны путешествовать вот эти частицы. Мы видим, что частица размером 1000 микрон способна, падает на пол за одну секунду всего лишь, а 5 микронная частица способна путешествовать на 3 мили при скорости ветра примерно 5 км в час. Это говорит о том, что инфицированный воздух, содержащий инфекционные аэрозоли, эти тонкие частицы меньше 5 микрон, способны переноситься потоками воздуха, активными или пассивными потоками воздуха и разносить, собственно говоря, риск, инфекцию передавать. И при этом для того, чтобы инфицироваться, не нужен честно физический контакт. Здесь, как видим, капли, крупные капли и пыль не имеют никакого значения. Здесь именно мелкие частицы размером 5 микрон и меньше. Примеры жизни. Я хочу показать вам пример Владимирского областного противотуберкулезного диспансера. Здесь немножко сложно, возможно, на первый взгляд. Лаборатория бактериологическая, отделенная перегородкой от администрации в левой части слайда. И после перевода нашего учреждения вот в это новое здание, которое здесь показано еще до запуска вентиляционной системы, разделяла условно чистую и грязную зоны только перегородка, а не герметичная перегородка и дверь вот в этом месте. В бактериологической лаборатории были уже внедрены необходимые меры защиты, работали боксы биологической безопасности, респираторы, но еще не работала вентиляция. И что вы думаете, первые случаи заболевания за три года возникли не в бактериологической лаборатории, а в администрации, где работал персонал, собственно говоря, с документами, где никогда не появлялись больные, но имело место перенос воздушных масс просто под воздействием силы внешнего ветра, у нас преобладающий ветер с запада на восток, через вот этот коридор, дверь и в соседнем кабинете возникли два случая заболевания туберкулеза. То есть, опять же, это инфицированный воздух, это стабильный тонкий аэрозоль. Какие были предприняты меры, это герметизация перегородки, и мы об этом позже поговорим, и контролируемая вентиляция, то есть создание гардиента давления, о чем позже пойдет речь. Итак, суммируя различия между классическими воздушно-капельными и воздушными инфекциями, нужно сказать, что они принципиально отличаются и меры защиты совершенно разные. С одной стороны, расстояние, на которое способны путешествовать капли, это размер этих капель, это эффективность дезинфекции поверхности объектов и, собственно говоря, важность контроля воздушных потоков и применение необходимых средств защиты, которые отличаются для этих разных видов инфекции. Но нужно уточнить, что не только воздушным путем, конечно же, распространяется туберкулез, есть казуистические, очень редкие, описанные в литературе случаи, когда инфицировался патологоанатом, судебный медик, повредив кожный покров во время аутопсии, куда в рану была занесена казуозной массой и возник натечник локальный. Кроме этого, описаны случаи внутриутробного инфицирования плода, есть казуистические случаи через инфицированный инвазивный инструмент, но мы с вами знаем, что основная масса наших новых случаев, как лекарственно устойчивого, так и чувствительного туберкулеза, это туберкулез, локализованный в верхних долях легких, то есть это люди, которые заразились, вдыхая инфицированный воздух, не через контакт, не через крупную пыль, а все-таки через инфицированный воздух. Итак, туберкулез является инфекцией альвеолярных макрофагов, входные ворота от альвеолярных макрофаг, очень важно учесть, что размеры этих частиц 1,5 микрона, это крайне важно понимать, потому что средства защиты нужны соответствующие, и кроме этого очень важно думать о инфицированном воздухе, о контроле распространения воздуха, инфекционного аэрозоля. Здесь у нас с вами планируется небольшой тест, я думаю, что Вера поможет нам его провести. Итак, мы с вами обсудили пути трансмиссии, и вопрос звучит следующим образом, какой путь распространения туберкулеза является эпидемиологически значимым. Первый воздушно-капельный, воздушно-полевой, контактный, воздушный через аэрозоли 1,5 микрон. И пятый вопрос, пятый ответ это 1, 2, 3. Я вижу, что большинство участников у нас выбрали ответ номер 4, что, соответственно, абсолютно соответствует современным подходам международным, хотя многих из нас, из бывшего Советского Союза, учили совершенно немножко по-другому. Нас говорили о воздушно-капельной, воздушно-полевой инфекции. Еще раз хочу подчеркнуть, это принципиально важный вопрос, который определяет рациональности эффективных наших вмешательств. К сожалению, традиционное применение средств дезинфекции и очистки не снижает риск туберкулеза. В медицинских учреждениях, где бы то ни было, нужны общие меры санэпид-режима, как бы должна быть чистота и дезинфекция. Но этими мерами мы предупреждаем контактные инфекции, не туберкулез. И для того, чтобы снизить риск развития туберкулеза, нужна специфическая система мер, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Итак, мы переходим с вами уже непосредственно к системе мер инфекционного контроля. Многие из вас, наверное, слышали и знают, что в этой иерархии есть три, некоторые выделяют четыре основных компонента. Первый уровень мер – это административные и управленческие меры контроля. Эти меры состоят из применения соответствующих норм безопасных практик работы, и они направлены на снижение риска инфицирования и развитие заболевания. Это управленческие меры, которые являются основами всех прочих мероприятий. Если их нет, нам все другие инженерные, дорогостоящие респираторы будут абсолютно неэффективны, если у нас нет элементарного административного порядка. Следующая система мер – это меры контроля среды обитания. Это могут быть естественные и инженерные факторы, и они направлены на снижение концентрации инфекции, инфекционного аэрозоля в местах, где риск наиболее велик. И последняя система мер – это применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, это защита персонала именно высокого риска, который вынужден работать все-таки в условиях высокого риска транссмиссии туберкулеза. Если графически эту иерархию изобразить, соотношение этих мер, вы видите, что административные меры являются базовыми, основными, они являются условиями эффективности всех прочих мер, и они распространяются на все этапы оказания помощи или контакта с пациентами. Там, где не срабатывают и недостаточно административные меры, даже если они эффективно внедрены, там мы должны применять меры контроля среди обитания. И мы с вами обсудим даже механической вентиляции, применение ультрафиолета не снижает риск до нуля, и определенный персонал в определенное время вынужден работать в условиях высокого риска. И там мы должны локально в определенное время, для определенных кадров применять средства индивидуальной защиты. Таким образом, в зависимости здесь основой всех мер являются административные меры, которые мы с вами сейчас обсудим. И если мы с вами говорим о разработке программы инфекционного контроля, то очень важно начать эту работу, разработку программы с анализа риска, с оценки риска трансмиссии туберкулеза в конкретных условиях, будь это больничные учреждения, амбулаторные учреждения, условия на дому. Мы должны оценить, какая существует вероятность инфицирования микобактериями туберкулеза, и мы должны понадобить целый ряд факторов, которые здесь перечислены. Мы должны посмотреть, какая распространенность туберкулеза, какие существуют данные о распространенности лекарственно-устойчивого туберкулеза, контингенты ВИЧ, какой контингент пациентов и персонала, какой характер лечения проводится для этого конкретного персонала пациента или в этом отделении или в стационаре. Какова существует политика госпитализации, это больной вопрос для бывшего Советского Союза. В какой степени адекватно ли внедрены меры инфекционного контроля. Эти все факторы нужно проанализировать, чтобы оценить риск и сделать внятную и рабочую программу инфекционного контроля. Где же мы должны оценивать риск трансмиссии, для каких случаев, как наивысший? Очень важно понимать, что наивысший риск распространения инфекции являются те больные, которые еще не выявлены, о которых мы не знаем, которые, соответственно, не лечатся, в отношении которых не предпринимается никаких мер снижения риска их распространения инфекции. То есть те лица, у которых диагноз или не установлен, или даже вообще не подозревается, где эти лица, они находятся в местах, где они проживают, они могут быть в учреждениях общей лечебной сети, не диагностированы, и там, соответственно, происходит наибольшая трансмиссия. Кроме этого, есть пациенты, которые только начали лечение, это первые несколько суток, даже эффективное лечение дает свой эффект в отсроченном плане только. И кроме этого, есть большая достаточно категория больных, которых у нас нет возможности лечить эффективно, либо по клиническим показаниям, либо из-за того, что у них спектр устойчивости таков, что мы просто эффективной терапии не можем назначить. То есть вот эти три категории пациентов представляют наиболее высокий риск трансмиссии, соответственно, повышая риск в тех отделениях или местах, где они находятся. Исходя из этого, мы должны проанализировать структуру учреждения нашего, будь это пенитенциарное или медицинское, и выделить зону высокого риска, чтобы максимально направить наши мероприятия именно на эти подразделения. Вот здесь дан пример отдельных учреждений, подразделений учреждений, для которых риск нужно оценить как высокий. Это отделение для бактерий-выделителей, по Москву традиционный дешевый метод, который позволяет выделить категорию высокого риска пациентов, хотя этот метод диагностики уже устарел и не совсем характеризует контагиозность, как мы с вами обсудим чуть позже. Это бактериологическая лаборатория зоны высокого риска, в особенности культуральная, проводящая тесты лекарственной чувствительности. Это там, где проводятся ингаляции, бронхоскопии, операции стоматологический кабинет. Это приемный покой, где могут ожидать пациенты без лечения и без диагноза еще. Это места, где проводятся аутопсии и прочие места ожидания в учреждениях общей лечебной сети. Следующий пример подразделений, которые, возможно, являются средним или низким риском. Это там, где больные уже находятся на терапии и с отрицательным мазком, там, где госпитализуются больные с отрицательным, с внелегочным туберкулезом. Это административные подразделения, хозяйственные службы и так далее и тому подобное. Однако, всегда ли эти подразделения являются низким риском? Это, опять же, зависит от того, насколько административный порядок адекватен. У нас порой бывает так, что кафедры администрации находятся в середине как бы бациллярных этажей, или потоки пациентов и персонала могут быть перемешаны. Так что и аптечный склад может вентилироваться неправильно и получать приточный воздух, соответственно, из бациллярных этажей. Поэтому все зависит от индивидуальных условий и анализ риска должен быть очень серьезным, проведен. И как бы чисто по названию нельзя подразделение относить к какой-то степени риска. Нужно проанализировать все факторы. На основании вот этого анализа структуры учреждения мы должны продумать рациональное его зонирование и выделить в нем зоны разной степени риска. Эти зоны, соответственно, обозначить вот на этих трех фотографиях. Зоны обозначены высокого риска, которые красным цветом предупреждения, что сюда нельзя заходить без респиратора. Там применяются все инженерные меры, должны применяться все инженерные меры контроля среды обитания. И кроме этого еще используется респиратор. Чистые зоны определяются, куда не рекомендуется проходить больным. Это зона для персонала. Есть помещения диагностические, которые чисто функционально должны служить для разных категорий пациентов. И там должно быть разделение уже по времени, начиная с чистых контингентов и завершая под конец рабочего дня работу с пациентами более высокого риска. Зоны, как правило, и обязательно должны, если не механически вентилироваться, то должны быть герметично изолированы. Вот это пример, разделяющий административные помещения, которые на нас смотрят. И бактериологическая лаборатория зоны высокого риска. Вы видите, что это пластиковая дверь, которая кроме этого еще и проклеена алюминиевым вентиляционным скотчем для того, чтобы исключить переток инфицированного воздуха между этими помещениями. В основном исключить переток из лаборатории в чистую зону. Зачастую мы видим иногда перегородки, которые представляют собой или решетку, или неплотную дверь. Мы с вами знаем, что неплотной дверью мы не предотвратим распространение инфицированного воздуха из одного помещения в другой, поэтому перегородки должны быть по возможности герметизированными. Вот пример, как порой изолируют пациентов. Видите, палата номер 9 БК+, палата номер 10 соседняя БК-. Насколько это адекватно, предполагаем, что здесь по всей видимости нет достаточного разделения пациентов. И воздух через коридор может гулять туда и сюда. То есть нужно сказать, что чистая эта табличка, она не указывает микобактериям, куда им лететь. То есть это пример не совсем адекватного разделения пациентов. Вот этот интересный слайд я вам хотел представить. Автором является Эт Нарделл, где он условно показал важность соблюдения санитарных норм в плане соблюдения палатной площади на койку и количество пациентов в палате. Если мы возьмем гипотетическую палату на 100 пациентов, видите, 10 на 10. 100 счастливых пациентов, но здесь видите два не улыбающихся лица. Условно эта палата на 100 пациентов, утрировано, конечно, те, которые на лечении. И предположим, это отделение для МЛУ туберкулеза. Они все у нас на четвертом режиме, на препаратах второго ряда эффективно лечащиеся. Но среди этой сотни оказалось два больных с Эксдиар туберкулезом, которые не могут получать по умолчанию эффективного лечения, получая только препарат второго ряда по четвертому режиму. Соответственно, эти два пациента сохраняют свою контагиозность и продолжают трансмиссию. Соответственно, вот в этой громадной палате 98 пациентов подвергается риску инфицирования. Если же эта большая палата будет разделена 10 десятикоечных, здесь только 2 из 10 представлены, то в худшем случае только в 2 из этих палат эти пациенты с Эксдиар, возможно, диагностированные, попадут. И, соответственно, 8 палат у нас останутся уже с гораздо менее высоким риском. А в лучшем случае эти 2 пациентов попадут у нас в одну десятикоечную палату. Таким образом, практически на порядок снижается риск, если мы уменьшаем количество пациентов на палату и, соответственно, увеличим палатную площадь на койку. Как правило, в тех местах, где больные получают стационарное лечение, не должно быть более 1-2, максимум 3 пациентов на одну палату. Это очень мощный фактор, который снижает трансмиссию туберкулеза. Это все включено в национальные санитарные нормы. Кроме этого, все больные, которые получают лечение от туберкулеза, в стационарных или амбулаторных лечениях должны проводиться. Им нужно проводить такой простой и недорогой тест, как исследование микромокроты на кислотоустойчивые бактерии для того, чтобы просто выявить наиболее контегиозных больных и, возможно, перевести их в другое отделение для того, чтобы снизить риск. Еще должен сказать несколько слов о том, что крайне важно эффективное лечение пациентов в плане снижения их контегиозности. Когда больной чихает или кашляет, или разговаривает, он выделяет, как мы с вами видели на фотографии, большое количество капель разного диаметра. В условиях, когда эти капли попадают в воздух, менее крупные из них, которые не падают очень быстро, в течение секунд, 2-3 секунд, подсыхают, высыхают в воздухе, у них уменьшается диаметр. И если, опять же, вспомним с вами физику, концентрация противотуберкулезных препаратов, биологических жидкостей, в том числе в слизи и слюне, она зависит от диаметра этой капли. Предположим, больной выпил у нас сегодня под контролем медработника все 4-5 препаратов, и в результате выделения этой слизи при уменьшении диаметра микрокапелек концентрация возрастает, видите, при уменьшении диаметра капельки в 10 раз, в 1000 раз, поскольку концентрация зависит от объема, а объем зависит от третьей степени, от радиуса, то есть уменьшается радиус частицы в 10 раз, а концентрация всех этих 5 препаратов в этой капле увеличится в 1000 раз. То есть если они работают в организме в целом, то они имеют абсолютно бактерицидный, бактериостатический эффект в этой микрокапельке. Поэтому, даже продолжая выделять микобактерии, оставаясь положительным по мазку мокроты, больной уже не становится таким контагиозным, как он был до начала лечения. Этот эффект наблюдается очень быстро. Собственно говоря, это все положено в основе стратегии FAST, которая сейчас активно продвигается, и исследуется ее эффективность, в том числе в Российской Федерации, партнерами во имя здоровья. Есть другая аббревиатура, АВРАЛ. Это активное выявление контагиозных больных с помощью быстрых молекулярных методов, к примеру, джен-экспертом, немедленное разделение в соответствии с контагиозностью, изоляцией больных контагиозных, и немедленное начало эффективного лечения. Эффективное лечение подразумевает лечение, основанное на достоверных тестах лекарственной устойчивости, и, соответственно, концентрация противотуберкулезных препаратов работает не только на выздоровление, но очень быстро влияет на снижение контагиозности пациентов. То есть больной на лечении в течение 1-2-3 суток становится уже гораздо менее контагиозным, на несколько порядков снижается риск трансмиссии этих больных. Итак, если характеризовать наиболее важные административные мероприятия инфекционного контроля, я бы на первом месте поставил обучение. То есть персонал, который имеет дело с риском, это врачи, медсестры, младший персонал, технический персонал, должны понимать, с чем они работают, какая с тем мер существует, и что необходимо применять для того, чтобы себя обезопасить. Второе – это оценка риска изонирования учреждений по степени риска. На основе этого оценки риска максимально возможны разделение потоков пациентов, лабораторных образцов, потоков персонала и посетителей. Это радикальный пересмотр устаревшей политики госпитализации, которая порой работает на инкубацию инфекции у нас, к сожалению, во многих случаях, при избыточной госпитализации. Это проведение реструктуризации сети с учетом необходимости обеспечения безопасных условий для пациентов, персонала. Это внедрение быстрых молекулярных методов диагностики, которые экономически очень эффективно позволяют быстро начать лечение и радикально снизить трансмиссию. И эффективность лечения, эффективность применяемых режимов химиотерапии. О политике госпитализации наиболее актуальна эта проблема звучит у нас в Российской Федерации, на Украине и Белоруссии, где я бывал. К сожалению, избыточная госпитализация до сих пор во многих случаях существует. Я считаю, что ужесточение показаний должно быть для госпитализации. С учетом этих данных, прозвучавших, сроки госпитализации по эпидопоказаниям они должны быть радикально тоже сокращены. Больные высоко привержены, могут быть в амбулаторном режиме, их контагиозность на фоне лечения резко падает и совершенно безопасно и эффективно можно лечить в неусловиях высокого риска. Затем исключение в противотуберкулезном учреждении, то есть в условиях высокого риска так называемой диагностической госпитализации, недообследованных больных, больных без диагноза, помещения их в условиях высокого риска, также способствует трансмиссии туберкулеза. Это укрепление амбулаторного звена и особые подходы к больным с ВИЧ-инфекцией. Это отдельная очень важная мера. Какие изменения в применении административных мер происходят? Во-первых, мы с вами обсудили, что контагиозность больных драматически снижается на фоне эффективной химиотерапии. Очень важны быстрые молекулярные тесты. Нужны эффективные протоколы лечения, основанные на достоверной лабораторной диагностике. И, соответственно, подходы к изоляции сейчас пересматриваются. Микроскопии маска не является индикатором контагиозности, как мы с вами только что слышали. И как бы здесь остается масса вопросов и поле для дальнейших исследователей. Итак, для ВИЧ-положительных лиц должна быть система мер, которая здесь перечислена. К сожалению, я уже не укладываюсь по времени. Но это особый контингент, который требует более жестких подходов к их разделению от основного потока, исключения их госпитализации диагностической, сокращения сроков лечения, обследования в безопасных условиях и сокращения сроков стационарного лечения. Сейчас у нас тест номер два. Пожалуйста, вопрос звучит следующим образом. Какие категории пациентов представляют наивысший риск распространения туберкулезной инфекции? Какие категории являются наиболее опасными в плане инфицирования? Необследованные лица с симптоматикой подозрительный туберкулез, больные с лекарственным устойчивым туберкулезом на четвертом режиме, больные с положительным результатом по результатам GenExpert, предположим, и больные с положительным результатом по микроскопии мазка, которая находится на симптоматической терапии. И последний вопрос – это 1 и 4. Давайте с вами подумаем, кто здесь наиболее опасен из этих четырех категорий. Я думаю, абсолютно правы те, кто ответили на вопрос номер один, но еще более правы те, кто ответили на вопрос номер пять, дали ответ номер пять. То есть это, конечно же, недообследованные, недиагностированные лица с подозрительной симптоматикой. Плюс те больные, которые эффективно не лечатся и являются контегиозными, что подтверждается мазком, покуп. То есть это больные без эффективного лечения. Соответственно, ответ номер пять абсолютно правильный. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . . . . . себе помещение высокого риска это палата где есть высокая концентрация инфекции помещение чистое где находится персонал за счет баланса притоков и вытяжек инженера добивается того что избыточно приточный воздух в помещении сестринское чистого помещения здесь избыточных подано как видите 25 кубических метров в час она переходит в коридор где баланс нулевой и соответственно в палате с отрицательным давлением делается более высокие вытяжка как правило на на 20 процентов и таким образом создается отрицательное давление таким образом чистый воздух из чистого помещения переходит помещение более высокого риска отсюда уже избыточное количество удаляется таким образом поддерживается дифференциальное давление или баланс обеспечивается контролируемый поток воздуха из чистых помещений в грязные, а не наоборот. Таким образом, персонал защищен за счет высокой кратности воздухообмена, концентрации инфекции в вентилируемой отрицательной палате. Также риск существенно снижается. Кроме общей обмены вентиляции есть, как вы знаете, примеры локальной вентиляции вытяжной, где устраиваются зонты вытяжные, кабины для сбора мокрот, боксы биологической безопасности. Что важно понимать, что вот эти локальные вытяжные устройства эффективны только, когда источник генерации аэрозоли, то есть больной в данном случае, или манипуляция лабораторий, находится на максимально близком расстоянии от самого зонта. Если взять диаметр вот этого зонта, то на расстоянии одного диаметра до источника скорость захвата инфекции в 10 раз ниже, чем на входе в сам зонт. То есть чем дальше находится источник, тем менее эффективен захват. Оптимально это включение источника в нее непосредственно в зонт. И этим примером является кабина для сбора мокроты. Теперь мы с вами разберем ультрафиолетовое бактерицидное излучение. К сожалению, я задерживаюсь уже по времени. Мы с вами знаем, что ультрафиолет – это электромагнитное излучение, это не свет, мы его не видим, он не пахнет. И бактерицидный ультрафиолет имеет конкретную длину волну 254 нанометра. И вот на этом слайде показаны биологические эффекты ультрафиолета разных длин волн. И мы видим, что максимум бактерицидного эффекта приходится именно на 254 нанометра. К счастью, эффекты на макроорганизм, на человека, на пациента и персонал, они отнесены от этой бактерицидной длины волны в сторону ультрафиолета B. И они, собственно говоря, патологическое воздействие передозировки ультрафиолета могут вызвать нежелательные реакции в виде кератита, канцерогенеза кожи. Но поэтому очень важно применять качественные бактерицидные лампы, которые дают конкретную вот эту длину волны. Для того, чтобы нам это контролировать, мы должны знать также физику этого процесса, иметь измерительные приборы. Экспериментально установленные предельно допустимые облученности, допустимые и безопасные на 8 часов экспозиции. И предельно допустимые поверхностные дозы. Почему это важно знать? Поскольку есть устройства, которые позволяют применять ультрафиолет в присутствии пациентов и персонала и эффективно снижать концентрацию на протяжении рабочего дня в лаборатории или протяжении 24 часов там, где находятся больные и контегиозные. Для того, чтобы эффективно эти средства применять, мы должны использовать измерительные приборы, которые есть во многих противотуберкулезных центрах. Вот здесь прибор гигагерц-оптик. Они позволяют оценить как эффективность, так и безопасность применения бактерицидных облучателей. В последние годы широко распространяется в наших странах так называемый ультрафиолет в верхней части помещений, который позволяет обеззараживать непрерывно воздух в присутствии пациентов-персонала в подпотолочном пространстве. При этом в нижней части помещения облученность безопасная ниже безопасного уровня. За счет перемешивания воздуха и естественной конвекции или принудительной перемешивания вентилятора постоянно идет снижение концентрации инфекции в воздухе. Вот так выглядит один из таких облучателей. Эти облучатели должны регулярно обрабатываться спиртом. Их использование недорого, очень эффективно. И по разным исследованиям кратность воздухообмена в час, эквивалентная, которая обеспечивается экранированными облучателями в верхней части помещения, вот здесь экранированная лампа, она позволяет обеззараживать воздух эквивалентно 8-17-кратным воздухообменом в час, что очень говорит о высокой эффективности. Два слова об рециркуляторах, так называемые. Есть дезары и масса подобных устройств. Вот одна из них здесь на этом слайде представлена. К сожалению, широко распространено, но чисто тестирование этих устройств говорит о том, что они, как правило, очень малоэффективны. Они включают в себя заключенные в кожух бактерицидную лампу, как правило, там стоит вентилятор. И нужно сказать, что они очень эффективно обеззараживают воздух внутри себя и мало влияют на концентрацию инфекции в самом помещении. Здесь на этом слайде результаты тестирования различных средств инфекционного контроля, которые, инженерных средств инфекционного контроля, которые проводились у нас у Владимира, их экономическая эффективность и стоимость в пересчете на один год, на доллары. И наше исследование показало, что применение вот этого ультрафиолет в верхней части помещений в сравнении с классической механической вентиляцией в девять почти с половиной раз более эффективно. То есть они дают в девять раз больше эффект на затраты на оборудование электроэнергии и обслуживание. И гораздо меньше эффективность дают все воздухоочистители и рециркуляторы, которые, по большому счету, ни в одном из международных руководств не рекомендованы для снижения риска. Затем я предлагаю ответить на третий тест. Пожалуйста. Вопрос у нас будет звучать таким образом. Какая интенсивность вентиляции рекомендована для помещения высокого риска трансмиссии туберкулеза? Какие параметры рекомендованы? Совершенно верно. Я думаю, что сначала все ответили первый, потом второй, потом четвертый. Это все соответствует международным и национальным рекомендациям. 6-12-кратный воздухообмен не менее 80 кубов в час и соответственно ответы номер 1, 2 и 4 являются правильными. 24-кратный воздухообмен в час как правило не рекомендуется поскольку он некомфортен хотя он однозначно эффективнее 6-12-кратного но это очень дорого и это некомфортно из-за большого потока воздуха поэтому 6-12-кратного воздухообмена в час вполне достаточно чтобы снизить радикально риск в этих помещениях. Спасибо большое. И последняя мера системы мер защиты нашего персонала вынужденного работать в тех условиях где сохраняется инфекция а мы с вами видели даже механической вентиляции до нуля не снижает инфекцию концентрацию мгновенно там необходимо для этой категории персоналов применять индивидуальные средства защиты органов дыхания вот на этих слайдах вы видите верхушку этой самой пирамиды она покрывает только ограниченное количество персоналов которые ограниченное количество времени должны применять средства защиты невозможно себе представить что 8 человек 8 часов человек работал в респираторе это некомфортно поэтому программа применения средств индивидуальной защиты требует хорошей организации хорошего обучения персонала чтобы все понимали где когда и как долго в каких условиях необходимо применение этих средств респираторы позволяют герметизировать прилегание к лицу и отфильтровывают воздух то есть снижают концентрацию частиц именно тем размером меньше 5 микрон в отличие от хирургической маски они подают отфильтрованный воздух в зону дыхания нашего хирургическая маска используется для больных как мы понимаем для того чтобы снизить концентрацию вот этих капель больших и маленьких и применение масок это было доказано даже на 50% снижает риск трансмиссии в конкретном учреждении респираторе респираторе бывает разных моделей размеров брендов производителей их очень много на рынке и нужно в этой массе очень ясно разбираться и находить те средства защиты которые нужны для нашего персонала мы с вами в европейском регионе всемирной организации здравоохранения находимся где работают стандарты иен 149 регламентирующие требования к средствам индивидуальной защиты респиратора и для условий высокого риска рекомендовано применение респираторов класса защиты FFP2 или выше то есть FFP2 и FFP3 вот здесь представлены данные по пенетрации то есть проскок у частиц через фильтры FFP2 позволяет 6% частиц проскочить через фильтры и кроме этого общая утечка регламентирована и так нужно запомнить что FFP2 и выше кроме качества респиратора еще большее значение имеет правильное использование одевания респиратора поскольку вот эта самая утечка она может быть неизмеримо выше если респиратор не прилегает неправильной модели неправильно одет то есть практически респиратор не будет фильтровать воздух если мы будем вдыхать неотфильтрованный соответственно воздух через неплотности часто персонал не обученный неправильно одевает респиратор в данном случае То же самое. Медсестра, проводя опасную манипуляцию, перевязочная больница находится на неправильной отделе. Соответственно, какой бы класс защиты ни был этого респиратора, он ее мало защищает в таком случае. Для того, чтобы выбрать правильную модель, мы должны проводить фит-тест всех сотрудников на конкретной модели, на конкретном бренде респиратора. И здесь вот эта процедура проводится. Последний у нас с вами тест, пожалуйста. А вопрос звучит следующим образом. Какой класс защиты респираторов рекомендуется для персонала, работающего в условиях высокого риска? FFP1, 2, 3, N95. Про N95 я не успел вам рассказать. Это эквивалент FFP2, только по американскому стандарту. Соответственно, большинство наших слушателей ответили на вопрос пятеркой. То есть, 1, то есть, это у нас 2, 3, 4. Соответственно, это абсолютно правильный ответ. Не ниже, чем FFP2 или N95. Соответственно, мы должны применять для наших сотрудников в работающих в условиях высокого риска. Спасибо большое. И два слайда в завершении. Я бы хотел еще подытожить вышесказанное. В основном, это звучало про внутрибольничные условия. Но сейчас все шире применяются амбулаторные подходы. Абсолютно обоснованно, поскольку риск в этих условиях на фоне эффективного лечения гораздо ниже трансмиссии туберкулеза. Что мы должны применять во внебольничных условиях, амбулаторных условиях? Это то, что звучало в концепции FAST или AVRAL. Это быстрое выявление молекулярными методами. Это эффективное лечение, изоляция больных, которая требует того. Если больной лечится у нас амбулатором, он, как правило, должен иметь отдельную спальную комнату. Максимум воздуха проводить в проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Сквозное проветривание. Кратность воздухообмена при сквозном проветривании очень высокая. Она может достигать 20-40 и выше. Больной, если он контегиозен в самом начале лечения, если у него сохраняется кашель, он должен использовать хирургическую маску. Для персонала, который, возможно, проводит контролируемую терапию, рекомендуется в начале лечения тоже применять респиратор классом защиты ниже FFP2. И, кроме этого, все лица, которые находятся в непосредственном контакте семейном, они должны быть под нашим наблюдением, как потенциально, возможно, лица высокого риска развития заболевания. Хотя данные тоже показывают о том, что в основном трансмиссии происходят до выявления, до начала терапии. А поскольку эффективная терапия, основанная на ТЛЧ, или на быстром молекулярном методе, контегиозность этих больных быстро снижается. На этом сайте я бы хотел показать снижение профессионального риска для сотрудников нашего учреждения, где я работаю. На красном светом здесь пока заболеваемость персонала годовая на фоне реализации мероприятий инфекционного контроля, которые мы сейчас с вами обсуждали. Видите, что заболеваемость была в начале 2000-х годов превышала 1000 на 100 тысяч населения, а конкретно за десятилетия до реализации программы она была 1080, то есть выше, чем для обитателей пенитенциарных тюремных учреждений. И в течение 3-4 лет реализации программы мы перестали регистрировать случаи заболевания среди персонала, и мы увидели в целом положительную динамику распространенности малого туберкулеза в территории. Таким образом, я думаю, это является ответом на тот вопрос, который звучал в названии нашей презентации, можно ли радикально снизить риск, или можно ли оставить трансмиссию. Я считаю, что осознанно применяя систему мер противотуберкулезно-инфекционного контроля, это вполне возможно, и мы просто обязаны это сделать. Я хотел бы вам еще представить онлайновый ресурс, многие из вас, возможно, уже пользуются по инфекционному контролю, очень интересный, бесплатный и доступный по-английски и по-русски. Это Global Health Delivery, вот здесь представлен интернет-адрес его, ghzonline.org.ic. И, собственно говоря, там масса интересных материалов, там можно задать любой практический вопрос по этой тематике, и вы получите очень быстрые, интересные ответы из разных континентов и стран, от тех людей, которые также занимаются этой программой. Спасибо большое. Сейчас у нас с вами есть некоторое время для ответов на вопросы. Давайте попробуем. Значит, может пилотировать проект по амбулаторному лечению чувствительного туберкулеза, при условии, что отрицательный мазок, мокроты. Может ли это способствовать увеличению риска трансмиссии в сообществе, предложив неприверженность к лечению и возобновлению бактериеводелемизации, не должной контролируемой терапии. Я думаю, что здесь ключевые слова – это неприверженность к лечению и контролируемая терапия. Опыт моего региона говорит о том, что когда мы сократили госпитализацию пациентов, закрыли опасные стационары и перевели большую часть пациентов на амбулаторный режим, на самом деле, эпидемиологическая ситуация в этих районах. Вебинар подошел к концу. Я бы хотел поблагодарить Григория Васильевича за очень интересное освещение одной из ключевых тем современной физиатрии. Также хочу выразить искреннюю признательность всем участникам сегодняшнего вебинара. И, как уже было сказано ранее, вы сможете прослушать сегодняшний вебинар в аудиоформате, который будет помещен на интернет-страницу нашего курса. Продолжение следует...